Знаешь, ислам соответствует нашему здравому смыслу. Да, здравый смысл — это то, с чем созданы люди. Да, это наша естественная склонность. Да, например, поклоняться одному совершенному Богу. Хорошо, любой человек со здравым смыслом скажет «да», это имеет смысл, не так ли? Да-да, хорошо. Ислам пришел, чтобы сообщить тебе, что, например, у Бога есть атрибут могущества и силы и так далее, не так ли? Да-да, Бог сказал, что ему не подобает иметь сина. И это имеет смысл для любого человека, потому что иметь сина является человеческой природой, чтобы они заботились о тебе, взяли твою фамилию и так далее. Ладно, я принимаю это. Поэтому, когда мы придерживаемся исламских учений, они соответствуют нашему здравому смыслу и рассуждениям. Поэтому тот, кто дал нам здравый смысл, — это Создатель. И он тот, кто дал нам ислам, идеальный образ жизни. Отлично, хорошо, спасибо. Еще один вопрос, и я оставлю тебя. Ладно, но могу я задать тебе вопрос? Нет-нет, прошу нет. Ладно, ты можешь задать его после того, как я спрошу. Откуда ты, если не возражаешь? Из Южной Африки. О, Южная Африка. Прошу, мой друг, пожалуйста. Ладно, мой единственный вопрос, пожалуйста, скажи мне, что произойдет с людьми, которые жили на всей Земле? Потому что на планете Земля было много людей, которые жили, не зная ислама. Это правильно? Прости, они прожили эту жизнь? А, жили. Жили. Хорошо. Они жили, не зная ислама. Они как бы... Да, они не слышали об исламе. Но они жили таким образом, что не причиняли вреда другим людям. Можно сказать, что они прожили достойную жизнь. Да, я понял, что ты имеешь в виду. Пожалуйста, скажи мне, что произойдет с этими людьми? Альхамдулиля, наш пророк мир ему дал нам ответ. Он сказал, если кто-то умер, не услышав об исламе... Да, Аллах не будет наказывать его просто так. Но сначала Аллах испытает его. Знаешь почему? То есть сначала он испытает? Да. Тогда скажи мне, что это за испытание? Аллах знает лучше. Есть некоторые предания, говорячи об этом испытании, но я не уверен, достоверны они или нет. Но Аллах испытает их в день суда. Потому что Аллах сказал в Коране, что Аллах не будет наказывать людей, пока послание не дойдет до них. Ты понял? Это удивительно. Да. Значит, пока до них не дойдет послание, он не будет наказывать их? Да. Но также я хочу упомянуть, ты сказал, что они живут доброй жизнью или достойной жизнью. Да. Но самая большая часть того, чтобы быть порядочным и добрым и достойным, это поклоняться одному Богу. Быть добрым своим соседям, друзьям, своей семье – это хорошо. Но не быть добрым тому, кто дал тебе все это – это величайшее зло. Однако есть некоторые невежественные люди, они не знают. Да, точно. Им промыли мозги. Поэтому Аллах сказал, что мы никогда не наказываем людей, пока послание не дойдет до них. Хорошо. Но как христианин, у тебя есть такое учение? Хорошо. Нет-нет-нет. Прежде чем мы перейдем к христианству, я задаю тебе вопросы. Это последний вопрос. Последний вопрос. Ладно. Но что, по твоему мнению, произойдет с этими людьми? Что, по твоему мнению, произойдет с ними? Но я уже сказал тебе, что говорит ислам. Это учение ислама. Это не то, во что я выбираю верить. Это то, что ислам говорит мне. Хорошо. Это не вопрос о моем мнении. Это то, чему учит меня ислам, как мусульманина. Что бы ни сказал Аллах и его посланник, я верю в это на 100%. Значит, это возможно? Тогда это возможно, что некоторые люди, которые никогда не принимали ислам, для них возможно, что они попадут в рай. Нет-нет-нет, это не так. Ты должен быть более конкретным. Это возможно только для того, кто никогда не слышал об исламе, и он пройдет испытание в судный день. Да, и если он пройдет это испытание, то он пойдет в рай. И это испытание будет соответствовать исламу. Потому что ислам — это абсолютное и последнее. Ладно, я проясню тебе кое-что. Когда мы говорим людям, что ислам — это последняя религия, мы имеем в виду именно постановления и шариат, с которыми пришел пророк Мухаммад Мирьяму. Потому что ислам является религией всех творений. То есть ислам — это религия всех созданий? Да. Но подожди, был ли ислам во времена Авраама? Да, все верно. Да. Потому что что такое ислам? Ведь ислам — это арабский термин. Ну, тогда секунду, могу я спросить тебя? То есть... Но до этого, до этого, что значит ислам? Потому что знаешь, что происходит сейчас? Люди смешивают арабский термин с другими языками. Ислам означает, что вы подчиняете себя одному Творцу по его учению. По его учению. То есть через его пророков и посланников. Авраам подчинялся одному Творцу, верно? Да. По какому учению? По учению Торы. Тора? Нет. Авраам пришел еще до неспослания Торы. Авраам? Да. Он пришел до Торы. Ты не знал этого? Нет-нет-нет. Подожди секунду. Я спрашиваю тебя. Ты сказал, что он подчинялся Творцу по учению? Конечно, Торы. Нет, не Торы. Согласно учению Бога. Да, но эти учения были даны Моисею, разве не так? Нет, это было до Моисея. Нет, то, что я говорю, что Авраам... Смотри, основы ясны. Одни и те же. Поклоняйтесь только одному Богу. И все посланники и пророки пришли с этим посланием. Нет-нет-нет. То, что я спрашиваю... Да, я знаю, что Авраам был раньше Моисея. То, о чем я говорю, это Авраам. Ты веришь, что Авраам был мусульманином? Да, без сомнения. И ты согласился с этим? Нет, я не верю в это. Подчинялся ли он Богу? Да, он подчинялся Богу. По какому учению? Согласно Библии. В то время не было Библии. Как может быть согласно Библии? Согласно Слову Божьему, которое я верю... Авраам не знал. Даже Иисус никогда не знал о Библии. Нет-нет-нет. Знал ли ты это? Иисус верил в книге Моисея, правильно? Но назывались ли они Библией? Нет, они назывались Торой. Тогда все. Ну, подожди секунду. Ты веришь в это? Давай будем идти шаг за шагом. Тора была дана кому? Она была дана Моисею, правильно? Да. Хорошо. У Авраама был сын, которого звали Исаак. Да. У Исаака был сын, которого звали Ияков или Израиль. Да, Ияков. Ияков жил до у Моисея. Моисей пришел после него. Да. Как Авраам мог верить в концепт Бога Торы, который произошел спустя тысячи лет после него? Нет, ты должен помнить, что в одиннадцатой главе в послании к евреям там сказано «Верой Авраама». Вера приходит от слышания, а слышание от Слова Божьего из усуста. Слово Божье было раздано от Адам и к его сыновьям. Я согласен с этим. Ладно, хорошо. Но я говорю, что Авраам подчинялся Богу, правильно? Да. В соответствии с учением Бога, правильно? Да. Через откровение, которое Бог дал ему? Да. Это и значит быть мусульманином. Вот и все. Хорошо, хорошо. Если нет, был ли он христианином? Был ли Авраам христианином? Я верю, что он жил и уверовал в Бога согласно иудаизму. Но Авраам никогда не верил, что Иисус был Богом. Ты знал? Хорошо. Но мы не обсуждаем здесь Иисуса. Но я лишь показываю тебе. Позволь мне спросить тебя. Могу я закончить? Хорошо. Я скажу тебе, что сказал Аллах в Коране. Поэтому я показываю тебе, что Коран — это книга Аллаха. Аллах сказал. Авраам не был ни иудеем, ни христианином. Он был мусульманином. И не был из числа многобожников. Он был мусульманином. И мы знаем, что исторически это имеет смысл. Смотри. Откуда произошел иудаизм? Иудаизм? От кого он произошел? Он произошел от евреев. От иудеев. Нет. Иудаизм произошел от иуды. Да, но иуда был частью сынов Израиля. Я понимаю это. Так что если иудаизм произошел от иуды, значит, Исаак и Ияков не были иудеями. Потому что иудаизм произошел после них. Это хорошо. Хорошо, но шаг за шагом. Хорошо. Если Ияков, то есть Израиль и Исаак не были иудеями, как тогда Авраам, их дед и отец, может быть иудеем? Так что Авраам не был иудеем, он был мусульманином. И был ли он христианином? Нет. Потому что христианство появилось после Иисуса. И сам Иисус не был христианином. Он был мусульманином. Ладно, хорошо. Слушай, ладно. Так что будь также мусульманином. Слушай, вопрос об иудаизме и индуизме, и кем был Иисус, это... Но сто процентов он не был последователем индуизма и не был христианином. Он был мусульманином на сто процентов. Ладно, хорошо, если ты хочешь верить в это. Но ты, как мусульманин, принимаешь это? Нет. Не потому что я хочу верить в это, но это факт. Хорошо, если ты хочешь верить в это. Это исторический факт. Ты ведь сам недавно подтвердил это. Нет-нет-нет, подожди секунду. Клянусь Аллахом, ты недавно подтвердил это. Ты принял то, что Авраам поклонялся Богу? в соответствии с его учением. И это и называется ислам. Ладно, ладно, давай оставим это. Я задам тебе еще один вопрос, а потом уйду. Ты веришь в первые пять книг Моисея? Не во все, что в них. Ты веришь в заповеди Бога? Могу я сейчас ответить? Ты как на допросе, отвечай немедленно. Нет, я просто задаю вопросы. Да я же шучу. Смотри, мы верим в Тору, которую Аллах дал Моисею, хорошо? Нет, конкретно десять заповедей. Убедись, что ты слушаешь. И шаг за шагом. Да, я слушаю. Не сосредотачивайся на том, как возражать. Хорошо. Сначала слушай. Я не хочу отвечать несколько раз на один и тот же вопрос. Я верю в Тору, которая была дана Моисею. Да, но Тора, которая сейчас у нас, это не та же Тора, которая была дана Моисею. И ученые иудаизма подтвердят это. Не я, а ученые иудаизма ответят тебе, что это не та же самая Тора. Хорошо? Так что в основном ты утверждаешь? Хочешь, я докажу тебе? Доказать тебе? Подожди, подожди секунду. Так что в основном ты говоришь мне, что я должен уважать слово ученых, говорящих, что Тора изменилась? Нет. Я говорю, ты должен уважать доказательства. Где оригинал Торы? Прости, но он не был дан мне, чтобы ты спрашивал меня об этом. Он был дан другим. Спроси тех, кому он был дан. Если бы он был дан мне, ты бы мог спросить меня этот вопрос. И во-вторых, просто слушай. Тора была дана Моисею, правильно? Так что Бог говорил с Моисеем, с Торой. Да. Как получилось, что во второзаконии в последней главе он сказал, что Моисей умер в земле Моавицкой. Да. И ему было сто с чем-то лет. Да. И израильтяне плакали за него. Да. И с тех пор не было такого пророка, как Моисей. Эти отрывки ясно показывают нам, что тот, кто вставил эти отрывки, пришел после Моисея. Потому что это нелогично и иррационально говорить, что, например, что мой брат Джамал, пусть Аллах защитит его от подобного, умер сегодня. И тогда я не могу говорить, что с тех пор не было человека, похожего на Джамаля. Кто-нибудь скажет мне, как это с тех пор? Ведь Джамал умер сегодня. Поэтому с тех пор указывает на то, что был большой промежуток времени. Ладно. Так что, кто написал этот отрывок Торы? Я не знаю, кто написал этот отрывок. Тогда как ты можешь утверждать, что это было неспослано Моисею? Ты сказал, что ты не знаешь, кто это. Подожди секунду. Давай не будем так. То, что я говорю, не будем как. Ты атакуешь Библию. Оставь Библию. Но ты спросил меня о Библии. Я лишь предоставил тебе факт. Ты спросил меня о Библии, и я ответил тебе по теме. Да, но ты... Давай вернемся к вопросу. Но я уже ответил. Ладно, слушай, одна последняя вещь. Позволь мне задать тебе последний вопрос. Потому что я вижу, что здесь у тебя много братьев. Но есть также и сестры, аль-хамдуллях, братья и сестры в исламе. Принимает ли ислам заповеди Бога, которые были даны Моисею? Заповеди Бога? В частности, десять заповедей Моисея. Подожди, подожди. Во-первых, я не знаю их всех, поэтому я не могу утверждать. Я знаю, что первое, поклоняйтесь одному Богу, любите Его всем сердцем. Мы принимаем это. Не убивайте людей несправедливо. Да, мы принимаем это. Но я не знаю их всех. Некоторые ученые сказали еще 700 лет назад, что десять заповедей, которые были даны Моисею, они были изменены. Но можешь ли ты рассказать мне десять заповедей в деталях? Прежде чем я сделаю это, я хочу спросить. Но, брат, прежде чем ответить тебе, я должен понять, о чем ты говоришь. Представь, что одна из заповедей говорит, что вы должны поклоняться ко мне. Нет, поэтому я спрашиваю тебя. Я спросил тебя, знаешь ли ты десять заповедей, и ты... Я знаю некоторые из них. Ладно, то есть ты знаешь некоторые из них, а ты знаешь их все? Да, я знаю их все. Ладно, можешь их перечислить. Я Господь Бог твой, и не будет у тебя других богов. Да, мы принимаем это. Не склоняйтесь ни перед каким идолом или изображением. Да, мы принимаем это. Не произноси имени Господа напрасно, ибо Господь не оставит без наказания того, кто произносит его имя напрасно. Да, мы принимаем это. Помните день субботний, чтобы светить его. Суббота? Суббота только для некоторых, но не для всех нас. Разве это для тебя придерживаться субботы? Да, я верю в это. То есть ты не придерживаешься воскресенья, а придерживаешься субботы? Да, я придерживаюсь субботы. А, я понял. Ты из другой динаминации христиан, которые придерживаются субботы. Позволь мне задать тебе вопрос. Ты только что сказал, что... Честно говоря, ты нечестен. Нет, нет, но ты сделал это. Знаешь почему? Ты сказал мне, что ты веришь в пять книг в Тору. Но я лишь хотел. Но ты должен быть честен. Ты должен быть честен. Ладно, говори. Я только что продемонстрировал тебе, да, что пять книг, которые были даны Моисею, в них есть доказательства, что они не были даны Моисею. Хорошо. Но... Брат, но ты должен... Дай мне закончить. Со всем уважением, прошу, не перебивай. Ладно, говори. И второй момент это... Можешь ли ты сказать мне, какая самая ранняя рукописторы? Я понятия не имею. Хорошо, я скажу тебе без проблем. Первая рукописторы была написана спустя 900 лет после Моисея Мирьему. Ладно, нормально. Это нормально, продолжай. Нет, не нормально. Брат, ты должен слушать внимательно, поскольку как мусульманин я... Просто это информация, которую я не знал. Говори. Ладно, позволь мне. Когда я прихожу сюда, я оставляю свою семью. Хорошо. Я не оставляю их, чтобы прийти сюда и пошутить. Я тоже, продолжай. Поэтому, если ты искренний, слушай внимательно. Хорошо, давай. Тора. Самая ранняя рукописторы, которая у нас есть, написана через 900 лет после Моисея. Хорошо. Так что кто-то пришел через 900 лет после Моисея? Да. И он говорит нам, что Моисей говорил это, и он делал это. Хорошо? Хорошо. Ты знаешь его? Мы не знаем его, и ученые не знают его. Хорошо? Да. Если мы его не знаем, можем ли мы доверять ему? Нет, мы не можем. Почему тогда ты веришь Торе? Потому что во втором послании к Тимофею, глава 3, стих 16, говорится, что всякий отрывок Писания, то есть, вся Библия вдохновлена Богом. Как ты узнал, что эти слова правда? Подожди, подожди. Шамси, послушай. Нет, нет. Подожди, подожди. Шаг за шагом. Ты сказал в послании к Тимофею, то есть, это говорит Павел, он сказал, что все священные Писания были вдохновлены Богом. Правильно? Абсолютно все. Нет проблем. Ты уверен? Потому что я это тоже опровергну. Ради аргумента ты уверен, что Павел говорил об этих рукописях? Ведь его не было в то время. Слушай, я говорю о Библии. Тогда твой аргумент не верен. Я даю тебе мой ответ. Ладно, прошу. Я говорю, что моя Библия, которая у меня есть сегодня, я верю, что вся она вдохновлена Богом. Докажи это. Нет, прежде чем мы перейдем туда. Нет, нет. Ты не можешь утверждать и оставлять свои утверждения без доказательств. Сначала докажи мне. И докажи мне, что то, что сказал Павел в послании к Тимофею, говорил именно он. Потому что самая ранняя рукопис слов Павла, которая у нас есть, пришла через сто лет после него. Ладно. Так что докажи это. Слушай, нет, 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 я исхожу из того, что говорит Слово Божье. Но как ты понял, что это Слово Божье? Потому что, как я сказал, я верю в это. Но это слепая вера. Хорошо, но у тебя тоже слепая вера. Нет. Смотри, что ты делаешь. Подожди секунду. Я первый пришел с моим первым вопросом. О том, веришь ли ты в Тору в пять книг. Я уже ответил тебе на этот вопрос. Но прежде чем мы перейдем к этому, со всем уважением, но у тебя слепая вера. Не обвиняй всех вокруг, если у тебя слепая вера. В исламе же... Но это то, чего мы не можем увидеть. Нет, нет. В исламе тебе не обязательно видеть что-то, чтобы поверить в это. Например, здесь брат Ихсан и Джамал. Да. И эти братья, которых я знаю. Да. Если они говорят мне что-то, мне не нужно видеть это, чтобы поверить в это. Хорошо. Например, иногда мы используем GPS-навигатор. Ты знаешь GPS-навигатор? Да. Ты едешь в место, где ты никогда не был раньше. Правильно? Но ты все же доверяешь навигатору, даже если ты не видел. Да. Поэтому для того, чтобы узнать о чем-то, нам не нужно видеть это напрямую. Да, я знаю. Позволь закончить. Поэтому есть другие способы познания, ты понимаешь? Да, это нормально. И один из способов, потому что в те времена не было камер и не было микрофонов. Как узнать, что кто-то говорил или делал что-то? Нам нужно проверить рассказчиков и передатчиков. Поэтому в исламе у нас есть наука, которая называется Иснад. Что это? Это детальная проверка цепочкой рассказчиков и передатчиков. Теперь, давай вернемся к твоей Библии, о которой ты продолжаешь говорить. Ты не можешь привести никаких доказательств того, что это книга от Бога. Хорошо, давай примем это. Скажем, я согласен с тем, что ты сказал. Ради аргумента. Теперь, позволь мне спросить тебя. Нет, нет. Не говори, давай примем это ради аргумента. Нет. Со всем уважением, но так некрасиво делать. Как тебя зовут? Ридуан. Ридуан. Хорошо. Знаешь, Ридуан — это очень красивое имя. Благодарю. Ридуан, смотри, мы здесь не для бесполезных споров, но мы здесь, чтобы установить истину. Я лишь спрашиваю тебя. Ты не слышишь, что я говорю? Ладно, говори. Но как я буду говорить, если ты говоришь? Я позволю тебе закончить. Ладно. Ридуан, мой способ говорить с людьми? Да. Я не люблю, когда люди слишком отвлекаются. Я не люблю, когда люди изворачиваются и не отвечают на мои вопросы, и не разбираются с каждым пунктом подробно и четко. Мой вопрос в следующем. Я только что показал тебе четкие доказательства из Библии и из вне Библии, что Библии нельзя доверять. И мы не знаем, кто ее написал. Но тем не менее, ты продолжаешь говорить ради аргумента. Знаешь, что следовало сказать тебе? Шамси, смотри, ты сделал хорошее утверждение. Позволь мне вернуться и изучить этот вопрос. Не говори мне ради аргумента. Но я показал тебе доказательства. Хорошо. Теперь я могу говорить? Да, ты можешь говорить. Конечно, у тебя ведь есть сирот. Я никогда этого не видел. Я никогда не видел Иисуса. Но я верю, что он существовал. И я верю в него. Понимаешь, что я говорю? Я никогда не видел его. И я никогда не слышал людей. Тогда откуда ты знаешь, что он существовал? Я знаю это из священных писаний. Опять. Знаешь, то, что ты делаешь, называется круговое аргументирование. Хорошо. Но то, что я говорю, поэтому я говорю, хвала Аллаху за ислам. Поэтому ислам лучший. Хорошо. Это нормально. Я согласен с тем, что ты говоришь, что ислам лучший. Тогда стань мусульманином, если ты принимаешь, что он лучший. Нет, нет. Слушай, то, что я прошу. Нет, подожди. Ты сказал, что ты принимаешь, что ислам лучший. Значит, по логике, ты должен стать мусульманином. Нет, я имел в виду, я принимаю твои утверждения для тебя. Конечно, это мое утверждение, а не кого-то другого. Поэтому я спрашиваю тебя, позволь мне задать тебе вопрос. Давай вернемся к десяти заповедям. Ладно, прошу, продолжай. То есть, ты сказал, что ты не поклоняешься другим богам и не делаешь себе кумиры и идола. Я уважаю это. И после этого четвертая заповедь, которую я упомянул, говорит, почитай своего отца и свою мать. Да, я принимаю это. Да, и лучший способ это по исламу. Скажи еще раз. То, как мы уважаем наших родителей в исламе, это лучший способ. Хорошо, я принимаю. И ты не должен прелюбодействовать, и ты не должен красть. Да, я принимаю это. И ты не должен убивать. Несправедливо. Ты не должен убивать несправедливо. Будь более конкретным. Ты не должен убивать несправедливо. Хорошо. Моя Библия не говорит это. Нет, говорит. Потому что если она говорит, что ты не должен убивать, почему Моисей убивал людей? Но это не было повелением Бога. Но только что ты сказал мне в заповедях, что вы не должны убивать. Да. Почему тогда Моисей убивал людей? Он ошибался, когда делал это. Нет. Это Бог сказал ему. Бог сказал ему в первой книге царств и в книге Левит пойти убивать. Нет, я говорю про исход. Когда он убил того египтянина и спрятал его в песок. То есть есть два Моисея, Моисей в исходе и Моисей в Левите? О какой книге ты говоришь? Я говорю о первой книге царств, когда Бог отдал приказ Моисею. Хорошо, пойти и осадить город. И что он может убить людей. Так что теперь... Хорошо, но... Знаешь, шаг за шагом. Потому что в этом есть красота ислама. Ислам дает конкретику и определенность. Не убивайте несправедливо. Потому что мы живем в мире, когда вам иногда приходится убивать того, кто собирается убить вас. Хорошо. Ислам это не шутка. Но ислам это религия, которая соответствует нашему здравому смыслу. Ладно. И другой пункт. Ты сказал, что заповедь говорит... Что ты не должен убивать. Хорошо? Да. Один и тот же Бог сказал Моисею, не убивай. И тот же Бог сказал Моисею, убей. Так какой из них? Не убивай или убей? Хорошо, я объясню это. Когда ты изучаешь историю Библии, ты увидишь, что дети Израиля были под теократией. Что означает теократия? Это означает, что Бог вывел детей Израиля из Египта. И он был их царем. Почему? Потому что в первой главе царств, в тех 10, сыны Израиля сказали Самуилу, «Сделай нас царями, чтобы мы могли быть, как все остальные». Да, я знаю эту историю. Тогда Бог сказал Самуилу, «Не плачь, они не отвергли тебя, но они отвергли меня». Поэтому на протяжении всего этого времени Бог был тем, кто управлялся нами Израиля и направлял их. Он был их Богом, и он был их царем на самом деле. Но когда они решили быть похожими на другие народы, теократия перешла от законов, которые Бог дал им, чтобы теперь стать похожими на другие народы и на их законы. Но со всем уважением, Редуан, это не было моим вопросом. Ну ладно, продолжай. Так вот, ответ таков. Поэтому ты также обнаружишь души, когда Давид, он... Но я не спрашивал тебя о душах. Но я спросил, когда Бог сказал Моисею, убей, и тот же самый Бог сказал ему не убивать. Так какой из них прав? Поэтому я поправил тебя не убивать несправедливо. То есть ты согласен со мной, что нельзя убивать несправедливо? Нет, нет, я не верю в это. То есть ты вообще не должен убивать? Да, вообще. Тогда почему Бог повелел Моисею убивать? Моисею. Когда ты смотришь на народы в Библии, которые были убиты Божьим народом, их весы беззакония переполнились. Другими словами, их беззакония и грехи были полны. Я понимаю это. Но когда Бог сказал Моисею убивать, он был прав или ошибался? Был ли прав Бог, когда говорил убей? Да, на сто процентов он был прав. А когда он сказал не убивай, он был прав или ошибался? Его заповедь говорит не убей. Я спрашиваю, когда Бог сказал Моисею не убивай, он был прав или нет? Он был прав. А когда он сказал ему убей, он был прав или ошибался? Он был прав. То есть они оба действительны? Правильно убивать и правильно не убивать? Да, в те времена Бог ввел сынов Израиля. Я понимаю это. То есть, Бог сказал убивать. Да, Он сказал ему уничтожить эти нации. То есть, было время, когда Бог говорил «убивай». Да. То есть, когда Бог говорит «не убивай», это не значит «все время». Потому что было время в Библии, когда Бог говорил «убивать». Да. Поэтому, когда Бог сказал «убивать», без всякого сомнения, Бог не скажет тебе причинять угнетение. Он сказал «убивать», основываясь на справедливости, не так ли? Да, конечно. Я сказал «не убивать несправедливо», вот и все. Я лишь хочу облегчить тебе. Смотри, Шамси, Он сказал «убивать» и... «Мне нужно идти на вечернюю молитву». Смотри, он сказал им «убивай», потому что грехи нации превысили черту. Я понимаю, какое оправдание ты ищешь. Но он сказал «убивай», несмотря на то, какие оправдания есть этому. Да. И насчет определенных оправданий я не согласен. Да, у них были свои оправдания, это нормально. Итак, ты сказал, что ты согласен со всеми этими заповедями. Поэтому я спрашиваю тебя, как мусульманина. Я спрашиваю тебя, как мусульманина. Почему, если ислам принимает все эти заповеди, но отвергает субботу? Потому что для начала ислам не отвергает субботу. Да, ислам принимает то, что суббота была дана людям Писания, христианам и иудеям. У нас нет проблем с этим. Суббота была дана им. Кто дал им субботу? Аллах дал им выбор. И они выбрали субботу. Они выбрали ее, чтобы совершать благие деяния. И все. А нам Аллах дал пятницу. Благословленный день. Евреи и христиане выбрали субботу. День, который Бог благословил. А нам, мусульманам, Аллах дал пятницу. И сделал его благословленным днем. Благословленный день не воскресенье и не суббота. Это пятница. Хорошо? Это согласно твоим рассуждениям. Нет, нет. Подожди, подожди, подожди. Это согласно Корану, который мы можем доказать, что он от Бога. Ты продолжаешь говорить обытье и левитья, но ты не можешь доказать, что это учение от Бога. Но вот почему я сказал, что я верю. Ты не можешь это доказать. У тебя слепая вера. Позаботься о себе, Ридуан. Мне нужно идти на молитву. Пусть Аллах наставит тебя на прямой путь. Ладно, спасибо. Хорошо, слушай. Я слушаю. Подумай об этих вещах. Это ты должен подумать. Ведь ты слепо веришь в Библию без каких-либо доказательств. Ладно, Шамси, подумай об этом.